всем привет меня зовут алена я медицинский психолог нутрициолог и сегодня мы с вами говорим про способы не пить не курить не есть сладкое и пойти в зал напоминаю это видео для всех у кого упал дофамин и сегодня мы поговорим о том как его можно восстановить поверьте я была в таком состоянии просто я не пила не курила я ела сладкое прокрастинировала и это было со мной несколько лет назад и периодически когда я дохожу я дохожу до точки выгорания я знаю как нужно восстанавливаться и поэтому в этом ролике я расскажу самые базовые принципы на которые нужно обратить внимание если ты не хочешь восстанавливать себя и поднимать себя с какого-то просто упадка жесткого упадка который не дает тебе выйти у нас есть несколько систем и если они полностью забиты если ты плохо функционируешь если у тебя есть различные моменты со здоровьем то всегда это будет низкий дофамин желание кушать желание спать желание как-то себя тешить теми или иными способами я расскажу что действительно нужно многие не знают что при снижении дофамина и серотонина у человека абсолютно абсолютно начинаются проблемы с ментальным мышлением и со здоровьем это бывает по разным причинам токсины тяжелые металлы окислительный стресс дефицитарные состояния и отсутствие целей планов и мечт плюс к этому обязательно должна быть инсулин резистентность плюс к этому может быть у человека у худого метаболический синдром и нарушение гормонального фона вот этого всего достаточно для того чтобы человек не хотел вообще в принципе ничего делать если мы с тобой говорим про то что называется не хотел ничего делать иногда это прям таки серьезная серьезная боль для того чтобы не пить не курить не есть сладкое и пойти в зал не нужно ждать волшебную фею мотивацию наливать третью чашку чая или кофе нужно просто один раз встать и пойти иногда это больно иногда это неприятно иногда это вообще сложно у меня бывает такое что идет на улице дождь ливень я хочу спать хочу орать но я иду знаешь почему потому что после этого и чувствую что я завершила свой гештальт и я не села смотреть чужие видео не села смотреть как там у кого дела я поставила галочку в своем рабочем дне и у меня совершенно простой рабочий день я никогда не знаю чем он начнется и чем он закончится потому что бывают моменты которые я не могу до конца спрогнозировать так же как и мы не все можем прогнозировать по нашим микроэлементом нашим ферментативным системам нашему окислительному стрессу иногда мы чувствуем себя просто паршиво это правда и если мы с тобой говорим про легкий способ не курить легкий способ не пить это иметь хороший желчный отток это иметь хороший уровень ферритина и это не стимулировать себя кофеином различными энергетиками а потому что это снижает историю с дофамином плюс если плохо работает кишечник то ты хуже усваиваешь питательные вещества и это очень влияет на твою нервную систему поэтому как не тратить время впустую это просто начать вести чек-лист своих событий что-то успел закрыть за сутки и не реагировать ни на что иногда не хватает чего-то ты чувствуешь что что-то пойдет не так но самое важное это ставить цели ставить планы и действовать другой момент если мы с тобой говорим про то что не пить не курить это очень легко сделать если ты начинаешь чем-то серьезно заниматься желать делать это каждый каждый день иногда мешает разные вещи ты мне жалуешься снижена кислотность болит живот еще что-то так у всех так у всех просто кто-то делает а даже когда больно а кто-то обожает это чувство боли и ничего и обезболивает себя различными сладюсиками эти сладюсики оказываются очень очень болезненными потом поэтому если не хочешь никак себя обезопасить обезопасивать начинай создавать уже тогда когда когда не хочется и другой момент если по помощь да есть помощь помощь есть и это таурин лицетин холин коэнзим пробиотики чистая вода свежая еда ну как волшебном сне но часть из этого ты правда можешь сделать и другой момент все мы разные у всех разные метаболические поломки кто-то реагирует на кофеин кто-то реагирует на фрукты кто-то реагирует на бессонницу да все реагируют это все время если у тебя есть желание отдыхать начинай работать пиши вопросы я дам тебе развернутую методичку по мотивации